Сколько ты сможешь заработать, если подключишь для своего товара каждый рекламный инструмент, который есть на Озон? В этом видео я посчитал на своем конкретном примере, что будет, если я включу практически каждый инструмент рекламы, сколько мне это выйдет в расходах и, что самое главное, сколько я заработаю. И это видео будет полезно максимально для всех новичков, которые продают на Озон. Но на самом деле и не только. Потому что все мы продаем, все мы видим какие-то деньги, но иногда в погоне за всякими рекламными инструментами, за повышением прибыли, мы забываем о самом главном, о том, а чистая прибыль-то есть или нет. Так вот, это видео, я надеюсь, заставит задуматься новичков не только над тем, чтобы правильно просчитать свою юнит-экономику и понять, какие акции вам нужны, какие рекламные инструменты вам нужны. Ну и самое главное, как Озон просто забирает у вас практически все. Давай начинать? Перед этим обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Это поможет в продвижении видео, и я смогу снимать для тебя гораздо больше крутого контента. Поехали! Ну и давай начнем с того, почему я вообще решил сделать такое видео. Ну, во-первых, ему предшествуют прошлые два. Во-первых, про то, как я делал аналитику своей ниши и понял, в чем проблема. Вот тут вот оно доступно. А второе, это про то, когда Озон запустили отзывы для новых покупателей. Ну, вот эти плашки, за которые мы все должны отдать 650 рублей. И еще тогда я сказал, что ну вот какой маржинальности должен быть твой товар, чтобы ты ушел в плюс от этого. Ну, то есть это что-то очень и очень дорогое. И я в какой-то момент решил задуматься и посмотреть, а что если у меня включена вся реклама. И даже по самой меньшей планке, хотя обычно юнит экономика считается по самой верхней планке расходов, посмотреть то, сколько с меня зарабатывает Озон и сколько зарабатываю я, если подключу вообще все. Неважно, продаешь ты на маркетплейсе, хочешь начать, или же просто ищешь для себя новый и увлекательный способ дохода. Обрати внимание на мой интенсив по дизайну инфографики. Там за 7 дней я подробно рассказываю все необходимые инструменты и знания, которые тебе нужны для того, чтобы создать свою первую инфографику и начать зарабатывать на ней. Потому что инфографику научиться делать это, ну, тоже пару дней. Но суть моего обучения в том, чтобы, если ты рассматриваешь это именно как дополнительный источник дохода, то у тебя никогда больше не было проблем с клиентами. И там это все с секретными фишками, которые помогли мне всего за полгода, ну, добиться достаточно крутой цены за дизайн. Достаточно большого объема клиента, ну, и опять же, дохода в несколько сотен тысяч рублей только с дизайна инфографики. Не считая обучения и все остальное. Поэтому переходи по ссылке в описании, скидка 60%, а начать обучение ты можешь прямо сейчас, оформив его в рассрочку или оплатив картой на сайте. Давай переходить дальше к видео. Поэтому я решил взять свой почти что самый ходовой товар в прошлом месяце, который у меня полностью закончился, который вышел в топ категории и почти всегда был на первых 10 местах во всей категории с мисками. И вот этот товар у меня стоит 736 рублей. Это не самая низкая цена на рынке. Есть и за 650, есть и за 630, абсолютно эта же миска. Я же продавал ее за 736. И какие расходы у меня были, в общем-то, когда я продаю ее за 736 рублей? Ну, во-первых, у меня была логистика, которая составляла 103 рубля. И это уже достаточно большой расход. При этом это не с комиссией, как обычно считает Озон тебе на вот этой вот плашке, которая у тебя обычно в кабинете в товарах висит. А комиссия отдельно составила еще 66 рублей. Итого, Озон уже за меня заработал, ну, уже нормальные деньги. 169 рублей. Идем дальше. И я решил не разделять трафареты продвижения в поиске, хотя оно стоит, как правило, и то, и то у всех, потому что, ну, продвижение в поиске толком не работает без трафаретов. Трафареты, когда работают, они забирают на себя часть статистики продвижения в поиске, и в целом по деньгам получается нормально. Я же взял среднее с каждого рекламного инструмента, да, 10%, но на деле никто из нас не может сказать, что у него реальная доля рекламных расходов 10%. Ну, как правило, наверное, немного больше будет, все зависит от того, насколько ты уже прокачал товар и так далее. На старте можно закладывать себе 20%, но мы здесь пойдем по средней. В продвижении в поиске же, ну, тоже, как правило, от 7 до, ну, плюс-минус 15% ты будешь платить. Поэтому, если мы пойдем здесь по среднему и возьмем 10%, то Озон с нас заработал еще 74 рубля. И далее я поговорю немного про акции, потому что акции у Озона бывают разные. Есть акции, в которых тебе нужно всего лишь 5% заложить, и с тебя снимут часть комиссии, а есть акции, где тебе нужно прям нормально потратиться. И акции, которые могут зависеть в этот вар минус, такие как 30% скидки, 25% и прочее. Я же здесь заложил то, что мой товар всегда участвует во всех акциях, например, ну, либо же части из них, где ему это более-менее выгодно. И заложил средний ценник, который я роняю, 74 рубля на один товар. То есть столько мне стоит кинуться в акцию. Но это плюс-минус, потому что на этот товар у меня какие-то моменты брел, там, ценник из 620, условно, ну, плюс-минус, вот мы и получаем. Там, от 70, от 50 и до 100 рублей то, что я могу заплатить за акции. Дальше идут отзывы за баллы. У меня они везде подключены. Я их всегда использую для того, чтобы рейтинг у товара набрался достаточно быстрее. И я посчитал среднее, то, сколько у меня было за месяц отзывов, ну, и сколько бы я потратил на среднюю каждого товара. Итого за это отзывы за баллы. Не путать это с новой, которая, соответственно, 500 баллов жрет в себя и 650 рублей. Это старое, где у меня настроено 70 баллов за текстовый отзыв, 100 баллов за отзыв с фото и 120 или 130 баллов за отзыв с видео. То есть это минимальный порог данного инструмента. То есть это минимум, который я могу платить за эти самые отзывы. Поэтому с каждого товара я еще забираю 46 рублей. Далее идет программа лояльности, которая обходится мне, ну, плюс-минус, в нормальные деньги. И под программой лояльности я подразумеваю вот эту историю с бонусами продавца. То есть у меня это в среднем 0.23, ну, соответственно, считаем и получаем то, что нам надо. При этом она у нас может быть разная, я на всякий случай напомню. И здесь мы можем уже выбирать то, что нам надо. То есть у нас же здесь видно, что продаж было столько-то с начисленным бонусом. Ну, опять же, списано, если мы посмотрим за 90 дней, бонусов всего лишь 3942 рубля со списанием бонусов. То есть это не так много, но в любом случае это тоже имеет в себе какое-то общее значение. Но в данном случае оно по всем товарам. Поэтому здесь на деле получается всего 3 рубля. Дальше идет налог. Налог платится от целой стоимости товара. Но здесь я заранее скажу, что у кого-то прокатывает история с тем, чтобы заплатить просто 7% от 6% плюс 1%, который идет при увеличении оборота от тех денег, которые ему пришли. И у кого-то более крупного это не прокатывает, поэтому возьмем историю с тем, как это должно быть. Как это должно быть по закону. И посчитаем этот налог от общей стоимости и другом мы получаем 51 рубль. Далее. Общие расходы на Озон у нас выходят 417 рублей. При стоимости товара 736. Стоимость товара не по низу рынка. Это нормальная стоимость. Это, как бы сказал Озон, у вас неконкурентная цена. Но, блин, а куда меньше? Что зарабатывают те, у кого 620? Ну, давай мы посмотрим. Дальше мы идем и смотрим то, сколько стоит мой товар с упаковкой. Это расчет полноценный. То есть, это расчет на тот момент, когда я его покупал. Сейчас курс вырос, поэтому сейчас бы это стоило мне даже дороже. Того получается, что моя себестоимость с упаковкой, доставкой, причем тут важный момент, что доставка, ну, многоуровневая. То есть, он едет из Китая ко мне в Москву, из Москвы ко мне в Смоленск. В Смоленске я пользуюсь дважды грузовым такси для того, чтобы отвезти мою поставку. Ну, и вот получается. То есть, все это вместе стоит мне 283 рубля. Итого, мой доход с данного товара 36 рублей, если я пользуюсь каждым инструментом Амазона. И это без учета кучи расходов. Без учета оплаты твоего расчетного счета. Без учета отплаты по ФР, которые без малого 42 тысячи рублей. Опять же, здесь нету кучи всего. Здесь нету оформления инфографики. Кстати, за инфографикой вы можете писать мне в Телеграм, которая тоже стоит бешеных денег, если бы я не делал ее сам. За оформление СЕО, за которое я там условно заплатил 1200, еще, еще, еще. И накидывая, мы с тобой можем понимать, что, ну смотри, я свой товар упаковываю самостоятельно. Где-то за него, за это мы бы еще бы заплатили упаковщику. Это сложный товар. То есть, его надо прям собирать и потом упаковывать. Ну, то есть, здесь мы еще отдали там условно 5-7 рублей. И это год, ну, что я получаю? 37-36 рублей мой доход без учета всего вот этого вот. Без учета счетов прочего и прочего. То есть, ну, в каком объеме я должен продавать этот товар, чтобы заработать что-то с него? И это ровно та причина, по которой, несмотря на то, что вот эти миски у меня были лидерами категории, я в целом был на 4-й странице во всей категории мисок. Ну, если брать по обороту, который я получаю, я просто выкинул и жду, пока я придумаю что-то еще. Потому что мне не нравится такой товар. Потому что мы все, кто продает, иногда забываем о том, а во что нам обходится продажа на Marketplace, а во что нам обходится Озон. Потому что, казалось бы, классный товар, он в лидерах, покупай, все отлично упаковывай. Тем более, когда он уже выстрелил и он уже в топе. И остается только дальше расти. У него там, понимаете, нормальный рейтинг, 30 отзывов всего лишь за месяц и так далее. Но вот сталкиваясь с этим, ты такой думаешь, блин, а нужен ли мне этот товар? И что я в итоге могу сказать про подобное? Ну, во-первых, как по мне, выбирать товар сейчас можно только в двух вариантах. Первое, выбирать товар, который будет 10x. Ну, например, палочки для роллов, которые ты купил в Китае рублей за 5, продал здесь рублей за 350. Но, опять же, это все равно будет много денег. Потому что доля рекламных расходов у тебя будет, ну, скорее всего, побольше. Потому что если брать в процентах, то сколько ты заплачешь за продажу, это тоже важный момент. И так далее. То есть там тоже будет много чего, что тебе надо оплатить, плюс дешевый товар. С дешевого товара, в принципе, очень сложно уходить в акции и прочее. И тут есть еще один вариант. Это брать дорогой товар. То есть у меня средний чек с товаром сейчас в магазине в районе 2000 рублей. Ну, там, 1700-2. И, ну, с каждой продажи я зарабатываю, наверное, чистый в среднем, ну, рублей 300 плюс-минус, там, 300-350. И, как бы, ну, вроде бы нормально. Но у многих ли на старте есть бюджет, чтобы заказать товар на 150 тысяч и заработать с него 30? Потому что, ну, как бы, там, где высокая стоимость товара, там и высокие расходы на запуск, на то, чтобы поддерживать склады, на то, чтобы не уходить в стоп и так далее. То есть и тут для новичка, который собирается продавать на 50 тысяч рублей на свои первые и надеется заработать скоро свой миллион, должен возникнуть вопрос. А точно ли мне это надо? Ну, а если надо, то считать юнит-экономику. Потому что то, что я тебе сейчас показал, не юнит-экономика. Я посчитал это все вручную, специально для того, чтобы не брать свои цифры, а брать конкретно по этому товару. И чтобы ты мог, ну, чуть больше, лучше узнать. И самое главное, поместить эту мысль в голове. И что самое главное, выбирать товары, которые изначально у тебя будут в категории, ну, не такими, где ты заработал 50 тысяч оборота и доволен. А во-вторых, те товары, которые у тебя не будут счесть прибыли 30 рублей. Иначе можно просто диплоки продавать на Озон и не париться. Покупать их в том городе, где ты живешь оптом, и продавать их на Озон. Это, кстати, нормальная идея. Ну и как-то так. Надеюсь, ролик был для тебя полезен. Обязательно поставь лайк, напиши в комментариях, как тебе такие мысли и сколько ты отдаешь Озону. И помимо этого всего, подписывайся на этот канал. Здесь говорят про маркетплейс и дизайн на них. До встречи. Обязательно посмотри вот эти видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok